спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы начала осени самое время увлечься просмотром какого-нибудь из основных видов спорта чтобы не было скучно долгими зимними вечерами когда все сериалы уже отсмотрены как раз в это время проходят многие предсезонные турниры там не нужно иметь абонемент на сезон и можно спокойно втягиваться в атмосферу большого спорта или по крайней мере попробовать тянуться на минувших выходных во дворце спорта юбилейный состоялся кубок кондрашина и белова один из самых знаковых петербургских турнирах соревнования посвящены памяти легендарных ленинградских баскетболистов тренера владимира кондрашина и центрового александра белова именно они были главными героями нашумевшего фильма движение вверх хотя из-за недовольства родственников фамилии в титрах и в кадре пришлось подправить последние сезоны турнир организует и непременно в нем участвует а также старается выигрывать баскетбольный зенит он же уверенно выиграл трофей в нынешнем году пирский спартак которому посвятили свои карьеры кондрашина белов в двухтычных годах обеднел никак не мог найти стабильное финансирование и в конце концов обанкротится сейчас будущее красно-белой команды не ясно хотя такие клубы всегда рано или поздно возрождаются это неизбежно правда иной раз проходят десятилетия так что многие фанаты могут не дождаться увы а вот турнир существует и не только для петербургских любителей баскетбола но и для ветеранов например в прошлом году у него съезжались олимпийские чемпионы мюнхена 1972 к сожалению с годами их все меньше остается в живых а теперь еще имеются проблемы с пересечением границ кто может тот приезжает по иронии судьбы и зенит и спартак никогда не были противниками в баскетболе в отличие от футбола они просто разменулись по времени сейчас сине-бело-голубые делают то же самое чем когда-то занимались спартаковцы польза с гегемонией московского цска в чемпионате страны у них тоже получается в прошлом сезоне национальной лиги петербургцы отобрали в москвичей золото кубок кондрашина и белова объединяет болельщиков разных поколений зрителям возрасте может быть трудно собраться на сибур-арену и сразу освоиться в шумной атмосфере современного баскетбола с ее агрессивной музыкой с зарядами диктора и прочим а здесь на турнире памяти и к тому же в самом центре города баскетбол кажется таким же каким он был 50 лет назад когда кондрашина белов творили свою спортивную магию на площадке статей дела александра белова в баскетболе живет два дня назад под занавес чемпионата европы игроки сборной германии йоханес фолькман и денис шрёдер один-в-один повторили знаменитую комбинацию с пасом через всю площадку вы наверняка и могли видеть ее в движении вверх история повторяется снова и снова настоящий массовый спорт может быть основан только на внутренних турнирах а многомиллионный петербург долгое время испытывал острый недостаток них сейчас самое время развиваться именно в этом направлении в этом направлении в этом направлении и